Пять какаду, два бурых медведя и африканский лев. Так, наряду с экономическими влияниями в Пхеньян, Путин расплачивается с Ким Чен Ином за поддержку КНДР России в войне против Украины. Российский диктатор уже отправил своему северокорейскому коллеге 70 животных разных видов. В правительстве России заявили, животные – подарок Путина корейскому народу. В межгосударственных отношениях исторические животные занимали важное место. Их дарят знак поддержки, доброты, заботы. Северокорейские солдаты уже участвовали в боях против ВСУ на стороне России. Разведка Южной Кореи отмечает, уже больше 10 тысяч военных КНДР прошли адаптационную подготовку в РФ. Стороны продолжают укреплять военно-экономическое сотрудничество. Кроме боеприпасов, Пхеньян уже поставил Москве самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Около 11 тысяч человек были переброшены и передислоцированы в Курск примерно в конце октября, после прохождения адаптационной подготовки на северо-востоке России. Подтверждено, что в настоящее время они направлены в российскую воздушно-десантную бригаду или морскую пехоту для прохождения тактической подготовки и обучения действиям с беспилотниками. А некоторые из них участвовали в боевых действиях. Пхеньян отправил в Россию не только солдат, но и высокопоставленного генерала. The Wall Street Journal, ссылаясь на украинские и южнокорейские источники, пишет, что речь идет о генерал-полковнике Ким Янбоке. Ранее он возглавлял подразделение специальных сил КНДР, крупнейшее в мире, насчитывающее около 200 тысяч человек. Это подразделение занималось подготовкой секретных операций на случай войны на корейском полуострове. Ким Янбок считается одной из ключевых фигур северокорейской армии и входит в десятку самых влиятельных военных деятелей КНДР. Заместитель начальника генштаба Корейской Народной Армии, вероятно, отвечает в России за слаживание северокорейских солдат с российскими, а также за получение войсками опыта ведения боевых действий. Из публикации издания The Wall Street Journal. После появления на российской территории северокорейские военные быстро переняли тактику российской армии в отношении местного населения. По сообщениям российских телеграм-каналов, 12 ноября в селе Кромские Быки солдаты КНДР совершили групповое изнасилование 28-летней преподавательницы. Женщину отправили в область по программе адаптации северокорейских солдат.